Я очень хочу представить гостя, который находится в нашей студии. Знакомьтесь, врач-дерматолог областного кожно-венерологического диспансера Владислав Хван. Доброе утро, Владислав. Здравствуйте. Как ваш настроение? Отличное. Вы любите загар? Загар? Люблю. У других? А сами загорать? Тоже люблю. Тоже любите? Да. Ну давайте вот для начала попытаемся сформулировать, что это за такой физиологический процесс? В результате каких манипуляций, действий получается загар? Ну, загар, будем так говорить, загар – это сложный физиологический процесс. Под действием ультрафиолетовых лучей в клетках кожи есть клетки, которые называются меланоцитами. Они вырабатывают свой пигмент под действием ультрафиолета. И, по сути, поскольку вырабатывается пигмент, человек получает загар. Ну вот следует отметить, что загар – это вот мы привыкли говорить летний загар, да? То есть вот, а на самом деле человек получает загар круглогодично? Ну, ультрафиолетовое облучение у нас оно здесь круглогодично, особенно у нас здесь на юге Казахстана. Поэтому тут как бы ультрафиолетовые лучи, они везде есть. Но опаснее всего они, конечно, нет. Ну, конечно, в летний период времени мы более раскрыты, раздеты, будем так говорить. И поэтому большая поверхность, площадь кожи, она получает вот эти вот ультрафиолетовые лучи. Большинство людей загорать любят, несомненно. Но вот есть категория людей, которым не то что загорать нельзя, это для них просто опасно, противопоказано. Вот кто ходит в эту группу? Ну, во-первых, по шкале цвета кожи, по Фицпатрику, туда входит в основном первый, второй фототип кожи. Это светлые кожи, голубые глаза, светлые волосы. Вот таким людям загорать, не то что загорать, их кожа, она не предрасположена к загару. То есть загорать не получится? Не получится, они просто сгорят, покраснеют, сварятся. Ну, какими еще словами термин-то можно заменить, но то есть у них не получится загар. Если будут они использовать даже специальные солнцезащитные, не солнцезащитные, а специальные крема для загара, то вот так еще как-то они могут получить загар. Ну, равномерный там, свет мулата или так далее. Но вообще-то, конечно, процедура-то не для них. Ну да, не для них. Кто еще, кому еще нельзя? Ну, кому нельзя. Во-первых, еще той категории лиц, которые, на коже которых очень множество различных родимых пятен. Родинок, точек темного или коричневого цвета. То есть таким людям тоже загар, по сути, противопоказан. Почему? Потому что ультрафиолетовые лучи, они будут вызывать канцерогенное действие в этих родинках. Соответственно, это может во что-то переродиться. То есть диспаку этих, да? Не сразу, но кумулятивный процесс будет идти. То есть накопление ультрафиолетового облучения вот в этом очаге или образовании, то это может привести к нехорошим последствиям. А вот люди, которые страдают онкозаболеваниями какими-то? Ну, онкозаболеваниями, ну, я как дерматолог, я скажу только про заболевания кожи, поэтому как бы при каких-то заболеваниях... Концентрироваться всё-таки стоит, да, наверное, перед поездкой? Ну, конечно, своим врачом, у кого они научиваются, конечно, нужно. Ага, понятно. Хорошо, а скажите, пожалуйста, когда загорать нельзя? Вот это тоже очень важный вопрос, потому что, ну, да, хорошо, пока солнце, значит, надо получить по системе всё включено, пока оно горит, нужно его использовать по максимуму. А на самом деле? Ну, на самом деле, смотрите, удобные часы для загара, когда человек не будет получать повышенную дозу ультрафиолетовых лучей, а ультрафиолетовые лучи типа А, они в основном, будем так говорить, плохие, то это с 9 до 12 это можно время. И вот когда солнце в зените, получается, с 12 до 5, это время как бы не... Нехорошее. Нехорошее время для загара, да, нехорошего солнца. То есть как бы люди всё равно загорают, им никто не запретит, по системе всё включено, но это наиболее часы, когда солнце самое активное, и это может оказать какое-то воздействие, вредное воздействие на нашу кожу. Как можно понять, ещё находясь на территории какого-то, какой-то зоны отдыха, да, или аквапарка, или пляжа, о том, что человек всё-таки получил ожог? Вот ещё не дойдя до дома, до номера. Там, где вода, кожа, она быстрее просыхает под воздействием ультрафиолевых лучей, то есть там быстрее идёт у нас загар, будем так говорить. И как? Ну, пощипывание, покалывание. Особенно у светлокожих это сразу покраснеет вся кожа, кожные покровы. Тем более, если покраснеет более 50%, это уже будет считаться как ожог в первой степени. Нарушатся процессы терморегуляции, то есть человек уже будет чувствовать дискомфорт, чувство нехватки воздуха, возможно, повышение температуры тела. То есть на солнце так и так температура повышается, а вот именно когда получится как ожог, будет гораздо сильнее вот эти вот симптомы интоксикации. То есть проявления? Проявления, да. Какая первая помощь? Что делать? Помочь нужно, да? Ну, во-первых, надо в тень. То есть вот не обращать внимания на это состояние никак нельзя. Конечно. Нужно помочь и как можно раньше. Ну, в любой зоне есть медицинские работники, во-первых, нужно будет к ним обратиться. Но если таковых нет, то я думаю, что нужно, скорее всего, просто уйти не в тень даже, а в комнату или в номер, где вообще ультрафиолет зазанавесить, постоять минут 10-15 под таким прохладным душем, горячий, ну, контрастный можно будет даже принимать, чтобы кожа как-то остыла. И ну, вот как-то вот так вот это вот первая помощь. А дальше уже, если ожоги разовьются, то там, конечно, уже медицинская помощь нужна будет. А как насчёт того, чтобы взять с собой в отпуск какие-то средства, которые... У нас обычно так, у нас крем для загара, да? А вот то, что обычно продают в аптеках после загара, какие-то увлажняющие молочко, какой-то лосьон после загара, это у нас, в общем-то, не считается нужным брать с собой. Совершенно верно, вы подметили. Я думаю, что это нужно брать. Почему? Потому что, когда человек находится на отдыхе, вода, солнце, это всё влияет на состояние нашей кожи. Кожа начинает терять влагу, происходит нарушение гидротации кожи. Поэтому в любом случае вечером, когда мы заходим домой, если мы на отдыхе или если мы приезжаем домой, обязательно нужно использовать увлажняющие средства. Раньше, если, допустим, таких средств не было, люди пользовались народными средствами. Там айран, сметана, ну что-то такое, чтобы вот ужирнить или же умаслить кожу. Сейчас очень, будем так говорить, косметическая промышленность хорошо развивается, и у нас в Казахстане тоже. Конечно, есть и отечественное производство, есть и импортное производство, это можно пользоваться. Есть специальные средства для увлажнения кожи именно вот в период, после того, как мы получили какую-то дозу ультрафиолетового облучения. Поэтому я думаю, что это нужно использовать, и это нужно с собой брать, и эти вещи, которые должны быть обязательно в сумке отдыхающего, обязательно. А как быть, если человек, в общем-то, ну точно по системе все включено, ну переборщил, какие самые страшные последствия могут быть? Ну самые страшные последствия. Видите, если это однократное, однократно так перележал, перезагорел, то в принципе, ну какие последствия? На следующий день чувство зуда, жжения кожи будет. Кроме того, что ожог, вот кроме того, что через месяц, через два, что может, какие могут быть? Ну могут развиться, если светлокожие, даже если темно кожей будет, то какие-то пигментации могут развиться на коже, гипопигментации или же гиперпигментации. То есть это, конечно, эстетические дефекты, это некрасиво. Может быть, он внутренне, соматически как-то это ощущать не будет, но когда на коже стоит белое пятно, это некрасиво. Могут обострения у больных с витилиго пойти, если неправильно или же, допустим, длительно загорать на солнце, то заболевание может обостриться. Если есть какие-то кожные проявления гнонечкового характера или же вирусного генеза, то это тоже как-то влечет за собой какие-то последствия, поэтому желательно дозированных. Я думаю, что отдыхающие вот после появления таких пятен, в общем-то, решат, исправлю все на следующий год и с этими пятнами вновь пойдут загорать. Да, что в этом случае? И можно ли это делать? В этом случае, в любом случае, если кожа неравномерной окраски, гипопигментированные или какие-то пятна на коже есть, то все равно надо пользоваться солнцезащитными средствами. Конечно, это не лечится быстро, там, 2-3 раза помазал, все сойдет, но солнцезащитные средства, по крайней мере, они будут защищать от вредного воздействия солнечных лучей. И еще хотелось бы сказать, что солнцезащитные средства, хоть и пишут, что там они 24 часа в сутки действуют, конечно, какое-то действие будет сохраняться, но каждые 3 часа, учитывая то, что мы купаемся, это влажный отдых, это активный отдых, кожа потеет, какая-то часть солнцезащитного крема смывается, уходит, испаряется с поверхности кожи, поэтому нужно каждые 3 часа, 2 часа, 3 часа наносить эти крема, чтобы не было врезанного воздействия ультрафиолетовых лучей. Спасибо, Владислав. Теперь я уверена, что вот можно смело идти загорать, вооружившись ценной информацией. Спасибо большое. Спасибо вам. Субтитры подогнали Симон.